Где-то уже видели этих людей? Это ваши соседи, знакомьтесь. И праздник посвящен им. День соседей отмечают в России с 2006 года. Впервые его провели в одном из небольших дворов Москвы. Но уже в этом году он шагает по всей стране от Владивостока до Калининграда. Сегодня в нашем дворе мы проводим праздник День соседей. Праздник проходит при поддержке губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка, партии «Единая Россия» и управление культурой города Владивостока. С соседями мы видимся чаще, чем с родственниками. И как-то неправильно, если мы даже не знакомы с людьми, живущими рядом с нами. Для этого и праздник придумали – подружить и сплотить соседей. В непростое время мы должны быть дружными, сплоченными. Соседи должны быть рядом, помогать друг другу, поддерживать сложившиеся в принципе ситуации в мире. Такие мероприятия сближают, поднимают настроение, хорошая музыка и проведением различных зарядок. В организации праздника подняла участие молодая гвардия. Ребята привезли с собой белого мишку. Он заводил публику своими танцами. Местные дети были в восторге. Мы привезли сюда волонтеров молодой гвардии и «Единой России». И также от нас здесь еще мишка белый, единороссовский. Культурная программа была самой разнообразной. Зарядку провели, песни спели, давление измерили. Еще и книгу показали, после которой поверишь в магию. Я слышал, у вас есть живая книга. Да, эта книга с дополненной реальностью. Владимир Арсеньев «Встречи в тайге». И сейчас вы увидите, что же там. Там не только картинки и буквы. Там есть еще и определенный контент. А главным номером стало выступление представителя городского казачьего общества «Крепость Владивосток». Товарищ атамана бил кнутом и рубил шашкой, что есть мочи. Шашкой немножко порубим, кнутами пощелкаем. Ну и поработаем немножко с планкировочкой. Посмотрим, что получится. Пока все экспромтом. Субтитры создавал DimaTorzok